Привет всем почитателям качественного звука! В современном портативном аудиомире новые модели плееров, наушников, до чего угодно выходят так быстро, что их даже запомнить все не успевают. И лишь плееры Lotto актуальны годами. Вот мы и решили проверить, как себя чувствует легенда Lotto PAW 5000 MK2 по истечению полутора лет после своего анонса. А поскольку плеер с производства сниматься даже и не собирается, то особенно интересно, как он противостоит свежим аналогам. Уже лет 5, наверное, прошло со времен появления первой генерации плеера. Рекордерный дизайн, простота навигации по-прежнему выделяют его из массы конкурентов. И находит своих почитателей. Корпус изготовлен из алюминия, с множеством хардовых кнопок для управления плеером и колесом навигации. Пожалуй, самым удобным и надежным среди всех плееров, которые я знаю. Некоторые кнопки, к тому же, имеют по две функции. Поэтому долгих шатаний по меню с этим плеером можно избежать полностью. В руке плеер лежит удобно, имеет приятную фактуру поверхности и вес. Дисплей довольно простенький. Но учитывая то, что почти все операции с плеером можно делать в 2-3 клика, то необходимость его использования сводится к минимуму. Любители обложек альбомов, конечно, будут расстроены. Мало того, что на таком экране качество их отображения хромает, так еще и чтобы ее посмотреть, нужно зажимать центральную клавишу для переключения режима. Я не считаю это проблемой, но кому важно, имейте в виду. А вообще, софт-лоту считаю сильно его стороной. Быстрый, стабильный, понятный, осваивается за 5 минут. Удобен в слепом управлении. Также легко читаются почти все доступные форматы, вплоть до образов Super Audio CD, APE и Valve паков. Отдельные похвалы заслуживает эквалайзер. Для его работы используется DSP-процессор, поэтому уровень его реализации лучший среди всех портативных плееров на рынке. За доступ к нему отвечает отдельная хардовая кнопка на лицевой панели. Новые версии прошивок выходят с завидной регулярностью. И за год тут реализовали почти все хотелки пользователей, а нареканий и на глюки у этого плеера практически нет. За звук тут отвечает ЦАП АК4490. И усилитель, построенный на ОПА 1622, который отдает 150 мВт на нагрузку в 32 Ом. На одном заряде все это добро протянет около 6 часов, что как-то мало в наше время. Мне этого вполне хватает на 3 дня, если слушать только в дороге. Но в целом, конечно, слабовато. Ну и за что мы все любим Лоту, это звук. Характером он тут похож на своего большого брата в лице Павгол. Звучание можно охарактеризовать как нейтральное, с небольшим уклоном в музыкальность. НЧ не самые глубокие, но достаточно объемные и массивные, чтобы придать звуку умеренной теплоты. Отлично контролируются, с хорошими атаками и панчем на мидбасе. Средние частоты немного акцентированы, не скрадываются на краях, подаются мягко, не разбирая музыку на отдельные звуки, но при этом сохраняя детали записи. Звучат очень голографично и объемно, акцентируют скорее макродетали, поэтому звучание очень естественное. ВЧ немного упрощены в сравнении с топовыми плеерами. Немного хуже затухание. На скоростных записях смазываются атаки, но в целом отлично сохранена детальность и естественность. Хорошая проработка, гладкость и протяжность не дают усомниться в высоком классе устройства. Единственным существенным недостатком плеера в некоторых случаях может быть невысокая выходная мощность, из-за чего плеер не раскрывает в полной мере тугие наушники. Но при использовании чувствительных EEM, которых сейчас большинство на рынке, разница даже с топовыми плеерами будет не так велика. Коротко пройдемся по конкурентам. Все плееры из сравнения значительно превосходят по функционалу и мощности. С вытекающими из этого преимуществами. Поэтому я коснусь только звука с чувствительными EEM. Первым пойдет такой же ветеран K&N 5.2. Он звучит ровнее, низ не такой глубокий. Мидбас менее панчевый, но также хорошо отрабатывает фактурность. Средние частоты звучат суховато и не так натурально, как у лоту. Лучше микродетальность. ВЧ лучше в плане разрешения, детальнее и более протяжнее. Подаются более деликатно. Сцена менее глубокая, проще разделение планов, но в ширину объем побольше. ФИО X5 III звучит более слитно. НЧ плотнее и напористее, чуть глубже. ВЧ и СЧ не такие протяжные и менее детальные. Общий характер более темный, с упрощением в построении планов. Звук ФИО я скорее отнесу к вкусовому и драйвовому, немного мутноватому. А лота к референсному. Шанлин М3С предлагает более отстраненную подачу, с детальными ВЧ, но немного зажатой серединкой. Что делает звук скованным, не таким масштабным и немного мыльным в сравнении с лоту. НЧ напористые, но не такие фактурные. Хуже контролируются на скоростных треках, уступают в качестве атак. Айбаса DX120, пожалуй, второй сильный конкурент 5000-го в плане звучания. Хотя и сильно отличается по характеру. Айбаса больше акцентирует верхние и низкие частоты. Звучит динамичнее и напористее, скорее всего, из-за большего акцента на мидбасе. Прозрачнее по всему диапазону, агрессивнее на ВСЧ. На верхах хоть и больше информации, но они совсем немного более синтетические. Пространство DX120 строит более объемно. X-Duo X20, тут ситуация обратная. Плеер схож по подаче с лоту, но звучит немного проще. Бас проигрывает в скорости, а середина в разрешении. Звучание верхних частот также немного упрощено. Лоту лучше отрабатывает затухание и подает в ВЧ более разборчиво. Fio M9, помимо безупречной функциональности и мощности, к сожалению, ничего не может противопоставить 5000-му в плане звука. Хоть у плееров и схожий немного мягковатый характер, но в отличие от 5000-го, где эта мягкость выверенная на грани допустимого и с сохранением прекрасного разрешения воздуха и благородного звука. У Fio эта мягкость вызвана излишней перекачкой баса, который к тому же уступает скорости и отработке мелких вибраций, чуток придушенной макродетальной серединой и немного жестяными синтетическими ВЧ, которые почему-то скрадывают детали. Ради справедливости отмечу, на спокойной лаунж-музыке M9 порой более приятно окутывает мягким, более густым басом. Учитывая размер плеера в сравнении с конкурентами, то результат впечатляющий. Если отбросить в сторону функциональность, то на мой взгляд в плане звука сейчас это один из лучших плееров среднего сегмента. Я могу его рекомендовать к покупке даже без прослушивания, так как такие устройства редко появляются на рынке и способны задержаться у вас очень надолго. Подписывайтесь на наш канал, а также на наш телеграм-канал. Там самые оперативные новости. Всем пока!